И давайте я вам сейчас объясню. Я страховые компании ненавижу просто. По одной простой причине. Для чего вы вообще появились на свет? Для того, чтобы наши бабки себе отмывать? Ну, наверное, в том числе и делаете вы это дело. Потому что, ну, смотрите, вот за моей спиной страховая компания. Я не знаю, насколько она страховая компания, и что там за 25 лет работы, но когда в 5 часов вечера она закрывает свою деятельность, это у меня вызывает дивное сомнение. Для чего вообще созданная? Бабуса наша косить? Ну, косите. Только я не собираюсь вам это дело выдавать, потому что, ну, это не есть правило. И одну машину я, естественно, страхую, на которой езжу, естественно. Другие-то нет. Пускай так постоят. Теперь возникает вопрос, как будете вы машины страховать? Ну, нужно ли это вам? Давайте все-таки вернемся на курги своя 20 лет назад. 20 лет назад вы должны были понять, что такого количества автомобилей не было физически, да? Россия, она всегда считалась, ну, страной с таким своеобразным оттенком, где машина считалась, ну, чуть ли не роскошью, что ли, то. И вот 20 лет прошло, и все стали покупать машины. Но оптимальный вариант, когда все машины стали покупать, где-то лет 15 лет прошло. Вот. И все стали хапать, 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 хапать. И вот эта штука, дивная страховка. По сути событий, да, весь мир в действительности ездил на машинах. То есть там никаких проблем не было. Ездила Индия, ездила Китай, все нормальные страны ездили. Вот. Только они давным-давно этим делом занимались, а мы не так давно. И я вам расскажу, как работает нормальная страховка. Ну, допустим, в Индии. То есть в Индии замечательный вопрос. То есть если ты ударился, то ты и плачешь. Понимаете, о чем речь идет? И не надо говорить и подставляться ни под кого. Ты ударился, ты и будешь платить. И кого ты врезался, ты тоже будешь платить. И поэтому там идеальный вариант. То есть я покатался там в один светофор всего лишь. И ни одной аварии вообще нет. Нету там аварий. И люди нормально ездят. То есть для них в принципе нормальное явление. То есть люди в гору пошли, тройной обгон. Так все и уступают. Ну, снизили скорость, пропустили. Это нормальное явление. Это нормальное. Почему мы этим делом не занимаемся? Как и Америка. Вы что думаете, в свое время, когда Дон Капоно там ездил на своем автомобиле, он не убивал людей? Так же убивали народ. Только люди начинают понимать, что если человек едет на крутой машине, то есть надо относиться к этому правильно. Что сегодня и сейчас у нас? Вообще бред с его кобылой. Какие-то ценники вы впыриваете. За что? Алло, гараж. Вы нам платить собираетесь, нет? Быдло пати. Почему вы нас считаете быдлом? Мы не есть быдло. Это вы быдло. Понимаете? Мы вам типа платим, а вы даже наши деньги нам и не выдаете. Это очень сложно. То есть вот смотрите. Для чего сейчас созданы страховые компании? Ну, для себя, естественно, любимых. И для тех, кто в вас въехал. Потому что если в вас въехали, у вас начинается такой головняк. Но, господа, в 10 раз я объясняю, что проще и аккуратнее. Увидели, что к вам навстречу что-то летит. Ну, остановитесь, чуть-чуть вправо примите. Не надо выкобениваться. Представляете, что это такое? Удар ударом и все. И вы ничего не сделаете. Представляете? Ваша машина разбита. И что дальше-то? Что дальше будет? А если лобовое? Господа, ну, не получается. Ну, остановитесь. И все будет нормально. Давайте включать свои мозги. И не работать, как, извините, дебилы, что ли. Потому что они нас дебилами считают. Они нас считают дебилами. И тот, кто нас въехал. Ему-то какая разница? Ну, чуть-чуть ударился. Ну, по-моему, в два раза бы. А ваши повреждения-то гораздо больше. Мало того, эти страховые никогда вам это дело не заплатят. То есть начинаются там сказки. Вот у меня машина стоит, ей 25 лет. Она в идеальном состоянии. Я еще раз говорю. Она в идеальном состоянии. Я немногие машины видел в таком состоянии. Еще и новая. С какого перепуга я не должен за нее что-то получать? Нормальные деньги? Спросите меня. Я не понимаю. Потом и раритетные автомобили. Тоже красивые, понимаете? Они также красивые. И цена-то должна быть такая же. С какого фига мне платить меньше? Я не понимаю. Что мне сейчас с ними делать? Ну, единственный вариант. Я уже всем это дело объяснил. Страховать надо ту машину, на которой ездишься. Остальные, ну, по мере необходимости. Вот. Все остальное. Ну, не знаю, ребят. Это, похоже, не совсем та страна, где можно жить. И по совести, и по средствам. Не та похожа. Спасибо.